Всем привет. Полюбовались? А теперь перейдем к прозе жизни. От красоты Орхидей переходим к прозе жизни. Ой, к мытью душа. От Орхидей плавно перешли в душ. Экартида прозаическая до нельза. Ой, знаете, мыть ее душа, это как плыть на корабле, тошнит, а плыть надо, так вот и душ, как бы ты его не откладывал, эту помывку, а мыть приходится. Я не имею ввиду, знаете, взять вот этим вот там дифом и там мочалочкой помыть там, ну я не знаю, раз в неделю, когда там вот эти вот как бы стеночки и полик, на который мы там ножками становимся. Нет, я не об этом. Я имею ввиду вот это, генеральное мытье, когда нужно мыть вот это вот то, что откладывается от воды, вот такое вот, вот такое, все, что откладывается от воды, вот эти, известковые отложения, вот, как правильно выразиться. Значит, вот это, что это такое? Ну я вот, чтобы открыть дверь, открыть дверь, здесь у меня находится то, на что мы садимся для своих серьезных потребностей, я накрыла полотенцем, и чтобы, не дай бог, не разбить дверь, поэтому я вот так вот накрыла полотенцем, и дверь дальше, в общем-то, не открывается. А вот здесь вот, сейчас я покажу, у меня будет ножик вместо указки, потому что им я тут работала. А вот здесь вот есть такая идет штучка, сделанная из вот такого, она вот так вот надевается снизу на дверь, чтобы вода не, я не знаю, чтобы вода, наверное, не выплескивалась сюда в душ, когда ты принимаешь душ. То есть, она вот у меня делится на большую часть, и вот там вот маленькую. Вот эту маленькую часть я сняла, я хочу пойти в банненс, а таким же точно вот здесь вот дверь, тоже, как бы сказать, окантована. То есть, вот она внизу окантована, и тут окантована. Ну, я просто рассказываю, если у кого нет душа, а ванная, то, может быть, вы просто не знаете, что это такое. Вот, а ее можно вот так вот там надеть, и она была там так это надета, и я ее сняла. Так вот, я хочу пойти в банненс и посмотреть, есть ли там такое, такого размера, как мне надо, и купить новое. То есть, ну, сколько там его надо. Здесь такой кусок, такой, ну, я не знаю, сколько тут может, сантиметров 70, и здесь тут, ну, пусть 15 сантиметров, ну, метр можно купить там этого. И, чтобы просто поменять, то есть, старое выбросить, а новое поменять, потому что так оно вот вроде выглядит серенькое незаметно, а когда ты его снимаешь, то оно так вот выглядит так, не очень, и, как бы, мыть у меня совершенно нет никакого желания, то и лет уже, сколько прошло. Что я делала? Показываю вам, как я это делала. Что я делаю? Там поставила стульчик, сидела на стульчике, и вот эти все, вот эти швы, вот эти вот там, я их все, и с этой стороны, вот так вот сейчас я повернула осторожненько, вот, да, так видно. Я вот там вот, и с этой стороны, я все это проложила ватой, вот у меня там ватные тампончики, и уксус. Смочила уксусом, запах стоит такой потрясающий, уксусный, на всю ванную комнату. И вот это все я там выложила, выложила мокрым, мокрым, мокрой ватой, я ее смачивала, смачивала в уксусе и выкладываю. И даже вот там вот вверх, так сказать, поприлепляла кусочки, и здесь тоже. И что я еще сделала, сейчас я положу ножик там, ну я там вот, как бы, показать немножечко еще выше, и вот там вот чуть-чуть повыше, я еще и немножко джифом углы намазала. Ну это так просто, знаете, для очистки совести. Теперь последнее, что мне осталось, это вот здесь я тоже уже эту положила вату в уксусе, ну и там еще с той стороны осталось, там где эти такие рыжие всякие пятна от этих осадочных, так сказать, явлений. Вот, то тоже я это все уксусом хочу обработать. Я уже делала такое, сколько-то лет назад, может пять лет назад. Я уже такое делала, ну постепенно все это нарастает и приходится повторять. Поэтому, 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 так, сейчас я закончу свое это, так сказать, выступление и продолжу это действие. Было все такое вот рыжее, сейчас я поднесу камеру поближе, показать, сдвинуть и показать, в общем-то, что я делаю. Вот так вот я сейчас сдвину, да, смотрите, вот, вот, что здесь, такое вот оно накапливается, вот, вот уже, вот оно, смотрите, как, а, я только положила, ну буквально прошло минут десять, и вот оно уже вот так хорошо будет отмываться и сдираться. Теперь я все это вот так вот еще добавлю сюда, хорошо ваткой, хорошо промоченной в уксусе, вот здесь вот так вот, если его, конечно, его можно и вот так вот, как бы, как бы сдирать. Ну, не хочется, зачем прикладывать такие усилия, но здесь я тоже уксусом уже успела побрызгать. И поэтому я вот это все вот сейчас, тут уксусом, 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 вот эта штучка, она вытаскивается, ее можно вытащить, я ее вытащу, вот эта вот такая прокладка, я ее вытащу, помою, вот. Ну и в конечном итоге, в конечном итоге душик будет выглядеть значительно лучше. Ой, так, сижу я на стульчике, потому что наклоняться, ну вы знаете, старым бабушкам и дедушкам наклоняться сложно, поэтому я сижу на стульчике. Вот, я вытащила отсюда, вот как я говорила, где она тут вот была, отсюда вот эту прокладку, там под ней накапливается всегда грязь собирается, как я уже сказала, я ее как-то вытаскивала и обходилась без нее, но потом мне не понравилось, там сильно набивается много всякого пыли, и этого я ее вернула назад. Вот, значит, тут я ее так уже потерла этим дифом, дифом потерла, ну в принципе, в принципе, ее можно и отмыть, ну я так как бы ее могу и помыть, вот она так сверху получается такая чистенькая, беленькая, ну я ее может быть даже и возьму на всякий случай с собой в баннинг и посмотрю, если там есть что-то такое подобное, может быть стоит купить новую, а может быть и стоит просто ее помыть, ничего страшного. Вот на ней какие-то тут, какой-то, ой, осторожненько, камера упадет, на ней какое-то пятно, оно у меня не отмывалось и пять лет назад, и оно тут от рождения было, сколько я живу, не знаю, кто и чем капнул. До нас в этой квартире два года, мы когда въехали в эту квартиру, этому дому было два года, и до нас тут жила какая-то семья, не знаю кто, и их выселили отсюда, потому что они водку пьянствовали и безобразие нарушали. И их выселили отсюда и дали нам эту квартиру, вот, и там после них оставались, там и на балконе много пятен я отмывала, там они то ли барбекю жарили, то ли я не знаю, что они там делали. Вот, ну и вот некоторые такие были вещи, там где-то какое-то может быть пятно. Ну, скорее всего, что я просто помою, оно высохнет и верну это назад. Ой, товарищи, такое развлечение веселое, помыть душ, помыть душ, повеселиться в воскресенье. Вот, ах, это тот момент, который я сказала, что как бы ты когда ни работал, но если тебе какая-то уборка, она почему-то всегда попадает на выходные. Ну, не знаю, я вообще думала в воскресенье, когда встала, думала, может быть, мне поехать в Токапуну, а я уже там как бы была давненько, когда там цветочек покупала и еще что-то там делала. А потом подумала, да нет, наверное, я не буду ехать в Токапуну, потому что как бы мне так овощей не надо, каких-то фруктов не надо, ну, чтобы просто так кататься. Надо заняться полезным делом. Ну, и я была права, потому что день был довольно-таки пасмурный у нас, и потом где-то часов в одиннадцать лупанул такой хороший дождь, ну, может, я уже к этому времени и возвращалась. Ну, тем не менее, я решила, ладно, возьму себя в руки, поведу себя в ванную и начну делать уборку и чистку в ванной. Так, ну, а теперь я, как сказала, я продолжу, значит, это я отложу в сторону, закончу. Вот, а я продолжу смачивать вот такие вот эти тампончики. Здесь вот у меня я наливаю сюда уксус из бутылочки, уксус из бутылочки, уксус из бутылочки, 5% он. Здесь я другого и не видела. Так вот, наливаю сюда уксус, чтобы было удобно этот тампончик замачивать. Потом так вот его немножечко, немножечко растягиваю, замачиваю в уксусе. В уксусе практически не отжимаю и вот сюда его помещаю. Вот так вот, у меня еще ножичком туда иди. И пускай очищается. Такого тампончика у меня пока нет с той стороны. Сейчас я закрою дверь, закрою дверь и с той стороны помещу. Вот это пятно, которое вы видите, да, здесь вот слева, здесь вот туда, вот так вот этот тампончик запихаю с уксусом. Знаете, конечно, наверное, хотелось бы услышать, может, какой-то профессиональный совет, как это делают профессионалы. Но у меня нету профессионалов, знакомых, которые делают, используют какие-то там, может быть, профессиональные какие-то растворы для всего этого. И поэтому, поэтому обхожусь тем, чем есть. Смотреть, допустим, там, вот так, это я смачиваю следующий тампончик. И вот здесь вот это хочу его поместить. Смотреть в ютюбе я, конечно, смотрела в свое время. Ну, что там, там тоже такая какая-нибудь девочка показывает какую-нибудь там грязную ванну. И показывает тут точно так же какие-то тампончики, чем-то там. Только я не помню, уксусом она это делала или перекисью. Не могу сказать точно, чем она это делала. Так, вот возьму тампончик следующий. А, ну, что-то. Знаете, я всегда себе говорю, что я все-таки как бы человек с этим. Ой, чуть не облилась уксусом. Что я все-таки как бы человек с химическим высшим образованием. Ну, что тут такого сильно умного. Ой, 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 не падай. Какие-то известковые отложения и там взять их кислотой обработать. Ничего, большого ума не надо, в принципе. Вот, и все знают, чем избавиться от накипи в чайнике. Ну, такие как бы простейшие такие вещи. Ну, может что-то есть в супермаркете. Такое подходящее. Ну, как-то я пыталась. Это я вот, тампончик, он каждый скрученный. И мне приходится его вот так вот брать. И мокрыми руками раскручивать. Ну, как-то не очень удобно, но приходится. Вот. Я же вот пыталась там найти в супермаркете. Так, сейчас я вот в эту мисочку добавлю уксуса. То есть я пыталась найти в супермаркете что-то. Ну, не знаю. Так просто найти что-то. Надо, чтобы все-таки кто-то тебе посоветовал, что все-таки там искать. Ну, пойдусь так, чем есть. Так, исходя как из своего какого-то такого опыта. Ну, дома мне не приходилось такого мыть. У нас ванна была. Душа не было. И там, в какой квартире я не жила бы. Всегда была ванная. Вот. Ну, а здесь душ. Есть еще такой, знаете, интересный момент по поводу душа. Так, сейчас вот я ватку опять намочу. И все-таки туда постараюсь хорошо прилепить на вот этот угол. Ну, знаете, хочет падать, не хочет прилепляться. А сейчас вот я прилеплю это и покажу по поводу двери. Такой интересный момент. Вот. Если вы обратили внимание, то вот сейчас вы смотрите на душ. На дверь. Так. Сейчас я руку от уксуса сполосну. И покажу вам как бы саму дверь. Вот. Дверь в душе, да? Вот, посмотрите. Дверь в душе. Она у меня вот такая прозрачная. Ей 15 лет. Я еще до нас же 2 года жили. Я ничего этой двери не делала. Никогда. Очень у многих, если просто покупаться в душе и выйти. И ничего с дверью не делать. Она будет у вас такая там в этих потеках таких. И в конечном итоге непрозрачная. Так вот. Каждый раз, когда я заканчиваю купаться. Вот этот у меня коврик под ногами. Я эту дверь просто-напросто вытираю. Стены я, конечно, не вытираю. Потому что они не стеклянные. Но думаю, если бы стены были у меня там стеклянные. Я бы тоже вытирала. Значит. А с чего я так решила делать? Когда мы только приехали сюда. И как-то у дочери там у нее. Сколько у нее в доме? У нее там 3 душа. 3 душа. То, что у нее 5 этих 5. Как бы тех, которые могут быть спальнями. Там 2 гостиных. Ну и так далее. Ладно. И у нее 3 душа. И как-то она нам сразу сказала. Что надо душ вытирать. Ну. А у нее получается вот такая вот одна стенка стеклянная. И вторая стенка стеклянная. В обеих. Во всех. 3. Да. 3 душа. Да. 3. Во всех 3 душах у нее 2 стенки стеклянные. Ну так там души установлены. И. А мы как-то. С младшей дочкой. Мы там купались в одном душе. У дочери другой был душ. У зятя там свой собственный душ. Вот. И мы. Я это так приняла как руководство к действию. И я вытираю. То есть вот каждый раз. Когда я искупалась. Я беру вот эту вот. Ту которая у меня была под ногами. И вытираю. То есть. Это полотенце такое. Ну это специально здесь продаются. Выходить из душа. Это типа такого коврика. Ну это как бы. В принципе обыкновенное полотенце. И вот я каждый раз вытираю дверь. И. Спасибо такому совету. Мне никогда эту дверь не нужно мыть. То есть на ней у меня ничего не откладывается. Я ее вытираю. Со стороны душа я ее вытираю полотенцем. С этой стороны я тоже ее протираю. Чтобы на ней там пыль не собиралась. И получается дверь всегда вот такая прозрачная. Нет никаких проблем мне ее мыть и чистить. Ну когда я вообще мою сам душ. То я конечно ее тоже с той стороны. Я ее мою. Ну чем я мою. Да вот этим же. Вот этим. Дифом. Дифом. Сказали что в России он называется сиф. Ну наверное диф. Это как-то не очень звучит. Это буква джей. Ну диф. Я так читаю. Вот. И так оно читается. И этим. Ну вот там намазала. Намазала. Мочалкой. Потом смыла. Ну это чисто просто для того как помыть. Как мы посуду моем. Все. Вот. А вот эту вот. Как бы. Как это сказать. Вот эту вот. Часть. Вот эту часть душа. Я тоже ее снаружи мою. Тоже. Тоже этим самым. Ну. Все равно на ней откладывается. Вот эти вот. Осадок этот. Он почему-то осаждается. И почему я хочу поменять. Вот эту вот. Да. Вот эту штучку. Которую я сказала. Которую я сняла. Вот ее так. Можно снять. Сдвинуть отсюда. Ну хочется. Хочется ее снять. Помыть под ней хорошо стекло. И в конечном итоге поменять. Потому что. Ну практически ее отмывать. Это что тут. Я не знаю. Надо ведро уксуса ее замачивать там. Еще что-то с ней делать. То есть. Проще купить новую. Вот. Ну в общем. Таким образом. Я этот душ оставлю. Вполне возможно. Может быть. Даже я его оставлю на два дня. В каком смысле. То есть. Ну вот. Сегодня я это сделала. Ой. Так. Камера. Все время хочет пошататься. Я может быть. Его так и оставлю. А может быть. Я там. К концу дня. Подниму какую-нибудь там. Особенно вот там вот. Насобиралось очень много этого. Всего и как бы плохо его там отмыть. Отмыть. Вот там вот. А вот эту стенку. Сейчас я подниму в камеру. Ой. Так. Сложно. Такие сложные съемки. Сложные натурные съемки. Вот там вот как-то меньше. Потому что душ. Он сюда. Он как бы с этой стороны. Душ идет сюда. Вот. И там вот меньше. Там просто можно дживом отмыть. Там ничего страшного нету. Здесь вот тоже. Ну. В принципе. Вот у меня тут есть какая-то. Ой. Где тут она? Иди сюда. Такая старая зубная щетка. Я же там свои зубные щетки. Где-то раз в три месяца меняю на новые. Поэтому у меня этих старых там уйма. Насобиралась. И я этой щуточкой так с джификом так хорошо это все почищу. И будет все нормально. Тут в общем-то что тут чистить? Тут этот периметр самый основной его почистить. А стены это уже такое. Без проблем. Ну. Вот так вот. Встретимся потом. Попозже. В перерыве между двумя порциями душа. Хочу показать какие классные лимоны. Это вчера стучит в окно соседка. Хочет угостить лимонами. Приехала от сына. Сын живет в своем доме. Со своей семьей. И сказала у них кусты, ветки ломятся от лимонов. Так вот она мне оставила тут. Еще там кому-то принесла. Ну мы так посидели, поболтали. Долгенько. Так наверное. Часика полтора пообсуждали. Всякие новости. Все что можно. А лимончики такие. Так ничего. Я так люблю лимончиком на рыбку побрызгать. Отрезать. Такой маленький кусочек. И на рыбку нажареную побрызгать. Спасибо ей. Соседку зовут Надежда. Спасибо Надежда за такие прекрасные лимоны. Ой. Ну а я там дальше про душ думаю. Волшебным образом мы с вами перенеслись в банинс. Ну вот я зашла одним глазом глянуть на орхидеи. Ну что тут? Белые, белые, белые такие миди. Белые стандарты. Белые мини. Ну и так. Несколько розовеньких мини. Ну в общем особо высматривать тут нечего. Это я просто так зашла как бы сделать вам красиво. А вот тут рядом я прочитала такие цветы. Называются стрептокарпус. Вот такие красивые. Я и не видела таких еще никогда. Такие вот такие. А гляньте такой. Ну вообще чуть ли не черный. Какой-то такой чернильный. И разного-разного цвета. Ну я пошла искать где там эта штучечка. Которую мне надо поменять. Ну пока прохожу мимо. Так предлагаю вам бросить взгляд на лопатки. Вот такая лопатка слева красная. 55,80 долларов. Рядом 54,98 долларов. Штыковые 46,98. Вот самая дешевая. 25 долларов лопатка. Ставковая лопатка. Стоит 64,98 и 58,98. Ну есть и вот такая. Подешевле. 29,98. Ну такие. Цены на лопатки. Там поменьше лопатки. Подешевле. Инструмент для прополки. Вот 20. 30 долларов. 29,95. 24,26,19. Есть такие вот просто. С зубьями. С такими хорошо ходить за грибами. Рядовкой. И хорошо искать. Так прогреб траву и нашел. Грибочки. 24. Там еще всякие. Такая мотыга здоровенная. 32 доллара. Ну так. Вот такая цена на предметы всякого садоводства. С правой стороны тут ботинки для работы. Вот такие желтенькие. 219 долларов. Такие вот тут пониже. 179 долларов. Такие вот 182. Это те, которые предохраняют ваши пальцы. Ну тут разная цена. Он есть и 125, 99 и 182. То есть это вот для работы. Можно купить здесь такие ботинки. Ну а хочешь купи, ходи в них. Так. Здесь вот такие метелки пластмассовые. 35 долларов стоят там эти грабли, грабли. Ну такие. Нет, это не метелки. Это грабли. Метелки не здесь. Ну вот грабли. 16.88, 29.88. Ну в общем цены очень разные на все эти приспособления. Ну за какую хочешь цену, за такую и покупай. Тут же продается и резиновая обувь. Можно купить такие вот всякие сапожки резиновые. 40 долларов такие женские в цветочке. Мужские тоже что-то в порядке. 40 долларов. Такие вот как бы. Ну это как бы не галоши. Ну что-то такое. По 13 долларов. Вот даже для детей. Здесь вообще любят. Чуть-чуть там капнуло три капли на детей напялить резиновые сапоги. Мне это так смешно. Тут босиком можно ходить. В это время. Я попросила показать и меня привели и за руку вот это вот продали. Сейчас я посмотрю сколько это стоит. Вот эта штучка. Она 90 сантиметров. Стоит 9,95. Ну буду резать по частям. Это 6 миллиметров ширина. В общем, девочке был хороший глаз. Она сразу привела, мне показала. Так, все. Можно домой возвращаться.